Добрый день, уважаемые коллеги. Действительно, сегодня у нас достаточно широкие возможности в лечении различных нозологий. Очень быстро все меняется, мы получаем новые схемы в своем арсенале. И, конечно, чем дальше, тем сложнее определиться, что же назначить конкретному пациенту. Как раз на вот таких возможностях сегодняшнего выбора, то есть не из того, что выбрать, а, наверное, какого пациента подобрать под ту или иную схему, я постараюсь продемонстрировать в презентации. К сожалению, на самом деле, сразу хочу отметить, что таких критериев у нас очень мало. И действительно, объективных критериев, которые бы мы могли использовать при раке почки, к сожалению, до сих пор нет. Первое, что хотелось бы сказать, что, конечно, мы сегодня ограничимся все-таки только первой линией. Во-первых, потому что первая линия определения показаний, наверное, все-таки отличается, и объять все в одну лекцию невозможно, поэтому мы ограничимся сегодня первой линией. И важность первой линии на сегодняшний день, она выходит в первую очередь, потому что, если раньше мы говорили, что пациенту надо постараться провести как можно больше линий терапии, и это увеличит его выживаемость, то сегодня мы, наверное, движемся все-таки больше в сторону того, что первая линия должна быть максимально эффективна. Во-первых, потому что это действительно, наверное, оправданный и логический подход. А с другой стороны, в вырво-таргетной терапии было проведено ряд популяционных исследований, где было показано, что даже в тех странах, где пациенты имели очень широкий доступ к препаратам, тем не менее, до второй линии терапии доходило только половина, а до третьей линии не более 20%, то есть абсолютное большинство пациентов все-таки ограничивалось первой линией лечения. И поэтому эта линия должна быть все-таки максимально эффективной для того, чтобы действительно увеличить и продолжительность, увеличить качество жизни пациентов метастатическим раком почки. Подобные же результаты были получены и в российском популяционном исследовании, Ренсур, которое было опубликовано в 2016 году. Мы видим, что в нашей действительности еще меньше пациентов имело возможность получить вторую линию, не говоря о том, что и первую линию получало только 62% пациентов. При этом был сделан вывод, который, наверное, шокирует, что у врача в Российской Федерации есть только один шанс назначить пациенту эффективную линию терапии, и это будет первая линия лечения пациентов с метастатической раком почки. Поэтому выбор максимально эффективного лечения у данной категории пациентов является, наверное, очень важной и принципиальной задачей. При этом я хочу вспомнить слова, на мой взгляд, великого онколога, уролога Вайтмара. Он длительное время возглавлял Американскую урологическую ассоциацию. Я пользовался одним высказыванием очень долго, что неважно, как вы лечите больного, прежде всего результаты будут зависеть, конечно, от биологической природы рака. Но у него есть еще одно, на мой взгляд, достаточно гениальное высказывание. Оно очень простое, но оно действительно отражает ту ситуацию, в которой сегодня мы живем. Что онкологический пациент действительно должен получить доказанную высокоэффективную лекарственную терапию. Но при этом наша задача еще сделать так, чтобы он не получил индивидуально неэффективное лечение. То есть он должен ответить на то лечение, которое мы проводим. И вот это и есть основная наша задача на сегодняшний день. Какие же факторы на сегодня есть, которые мы можем использовать для выбора первой линии лечения у пациентов с метастатическим почечноклеточным раком? Это морфологический вариант. И если раньше, до последних двух-трех лет, или даже, наверное, года, у нас, по сути-то, в общем-то, выбора особого не было, и абсолютно, то есть практически все морфологические типы по большому счету лечились однотипы ингибиторами теразин кеназ, то на сегодня, на самом деле, появились достаточно, на мой взгляд, очень серьезные и крайне интересные исследования, которые нашли действительно и в том числе предиктивные молекулы, которые можно, наверное, в ближайшем будущем будет использоваться. Это я покажу несколько ниже. Определение степени дифференцировки, несмотря на то, что мы достаточно активно, с одной стороны, пользуемся в плане того, что регулярно прописываем его в гистологическом заключении, но, наверное, все-таки это действительно прогностический фактор, который для выбора того или иного лекарственного лечения на сегодня используется весьма скромно. Молекулярные прогностические предиктивные маркеры, к сожалению, они также на сегодня до сих пор не получили своего развития. Стадия заболевания и как таковая, ну, наверное, стадия определяет лекарственную терапию или хирургическую лечение, другие варианты лечения, но непосредственно в выборе того или иного варианта терапии, конечно, мы не используем этот критерий. И определение группы риска – это, наверное, тот камень, то основание, на котором мы действительно и строим на сегодня весь выбор лечения у пациентов, диссиминированных раком почки. Ну и, конечно, когда выбор и критериев у нас достаточно мало, достаточно часто мы, конечно, ориентируемся на общий статус пациента и на ту сопутствующую патологию, которая может перекрещиваться с той токсичностью, которая присуща той или иной схеме или тому или иному лекарственному препарату. Ну, вот те самые хорошо известные гистологические типы, конечно, представлены те пять, которые наиболее часто встречаются. На самом деле ВОЗ рекомендовал и ввело более 50 различных типов гистологических опухоли почки. Но, тем не менее, конечно, чаще всего мы встречаемся именно с теми, которые представлены на слайде. И, конечно, основная масса – это светлоклеточный почечноклеточный рак, который составляет 75%. И именно поэтому основная масса и исследований, и результатов у нас лежит именно в этой области. И те морфологические типы, которые представлены дальше, наверное, именно в силу того, что заболеваемость достаточно низкая и спланировать какие-либо исследования и провести их чрезвычайно сложно, они, конечно, оставались долгое время без каких-то действительно серьезных решений. Наверное, один из любопытных вариантов гистологического варианта – это наличие саркоматоидной дифференцировки почечноклеточного рака. Он присущ любому гистологическому типу, и светлоклеточному, и популярному, и хромофобному. Мы прекрасно знаем, что он значительно ухудшает прогноз пациентов с почечноклеточным раком. Но при этом долгое время у нас, по сути, ничего не было. Мы прекрасно знали, что хирургическое лечение у этих пациентов никак не улучшает их результатов лечения. А из лекарственной терапии у нас был генцитабин с доксорубицином, и при этом мы знали, что желательно его начинать с первых дней постановки диагноза. А диагноз при этом мы чаще всего ставили уже после выполненной нефрактомии. И выставить по биопсии достаточно сложно, да и биопсию далеко не всем выполняется до хирургического лечения. Поэтому, с одной стороны, мы на сегодня должны, наверное, понять, что гистологическая верификация, причем действительно до самого гистологического типа и его вариантов, является очень важной задачей в лечении этих пациентов, и в том числе в лечении пациентов с метастатическим раком почки. Но при этом на сегодня мы получили достаточно серьезную опцию, которая продемонстрировала хорошие результаты. В исследовании КИНОУД-426 при субгроповом анализе была выделена группа пациентов, которые имели саркоматоидную трансформацию. И мы видим, что комбинация пембролизумаба с аксетенибом продемонстрировала значительно лучшую эффективность по сравнению с санетенибом. Выживаемость без прогрессирования была достоверно лучше. И при этом мы видим, что при комбинации уже на 8-9 месяц была достигнута плата, которая поддерживается и дальше. То есть те пациенты, которые ответили и ответили хорошо на проводимое лечение, имеют очень длительные ремиссии. И будем надеяться, что это будет и продолжаться при оценке и дальше. Папиллярно-клеточный рак. Здесь как раз произошли те изменения, о которых я говорил. На мой взгляд, они чрезвычайно любопытны, потому что мы получили для рака почки действительно патогенетически обоснованное применение лекарственных препаратов. Исследовала эффективность савалетениба у пациентов с патогенетическим, первым типом популярного рака почки, в патогенетике которого основную роль играет мутация домена метки НАЗА в седьмой хромосоме, за счет чего достигается амплификация и активизация этого пути, что является основным драйвером развития подобного гистологического типа опухоли почки. Если раньше мы всех однотипно лечили, по сути, с унитенибом, то вот это исследование, которое уже базировалось на самом деле и на ряде ретроспективных анализов, и на исследовании второй фазы, исследовании третьей фазы, к сожалению, конечно, здесь достаточно маленькие группы больных, о чем я говорил, что набрать пациентов в эти исследования достаточно сложно, но тем не менее даже на этих маленьких группах больных предварительные данные весьма, на мой взгляд, впечатляют. Объективный ответ при применении салютенибы 27% и при сунтинибе только 7%. И при этом еще салютениб демонстрировал достоверно лучший профиль токсичности, то есть это менее токсичное лечение, что также чрезвычайно важно. Поэтому, на мой взгляд, здесь есть определенные перспективы. Салютениб – это прямой блокатор медрецепторов, и в этой ситуации, то есть мы будем надеяться, что действительно это исследование наберет свою мощность, и мы получим дополнительные данные, которые позволят внести их стандарты. И еще одно исследование, результаты второй фазы исследования, комбинации безоцизумаба с арлатинибом, также у пациентов с популярным раком почки, только второго типа, где основным молекулярным механизмом является нарушение в цикле КРЕПСа, обусловленное нарушением синтеза ферментов. И это является в большей части одним из проявлений наследственного леомиоматоза. И вот этот наследственный синдром демонстрирует достаточно агрессивные, в том числе формы рака почки, популярного рака почки. И вот та схема, которая была предложена, она продемонстрировала свою эффективность у этих пациентов. И мы видим, что у тех пациентов, у кого был диагностирован наследственный леомиоматоз с популярно-клеточным раком почки, имели значительно достоверно большее число ответов, 72 против 35 у пациентов с парабедическим популярным раком. И в том числе были преимущества по оценке безрецидивной выживаемости. И по результатам этого исследования НССН уже предварительно внесли эти показания для лечения этой категории больных в рекомендации уже 2021 года. Поэтому мы уже будем иметь подобную опцию для данной категории пациентов. При этом мы должны понимать, что их достаточно мало, и мы действительно приходим к такой очень избирательной, очень групповой выбору терапии для уже обоснованных групп пациентов, как морфологически, так и молекулярно. Да, еще раз повторю, это первые такие ласточки, наверное, тем более при почечноклеточном раке, но тем не менее мы видим достаточно, на мой взгляд, серьезные изменения, которые происходят в этой области и уже получили действительно такие объективные результаты данной работы. То, что я говорил по степени дифференцировки, действительно мы знаем, что чем ниже степень дифференцировки, тем хуже прогноз у пациентов, в том числе при светлоклеточном почечноклеточном раке, и в том числе хуже ожидаемый эффект, проводимый таргентной терапией. Для иммуно-онкологических препаратов таких данных нет, и, возможно, это тоже можно использовать при выборе той или иной схемы. Долгая работа по поиску каких-либо молекулярных прогностических факторов при почечноклеточном раке в таргентной терапии так ни к чему не привела. Да, они имели определенную корреляцию с прогностической ценностью, со стадии процесса степени дифференцировки, но при этом не превосходили тех привычных критериях, которые здесь приведены. И поэтому на сегодня никаких молекулярных, предиктивных или прогностических маркеров, которые мы могли бы использовать для лечения, в том числе в выборе таргентных препаратов, к сожалению, на сегодня нет. Конечно, всех обнадеживалась ситуация с определением экспрессии ПДЛ-1, но, тем не менее, для почки, к сожалению, опять же, мы потерпели некое фиаско. Мы видим эффекты как при применении иммуно-онкологических препаратов, как при наличии экспрессии, высокой, больше там единицы, и также при отсутствии экспрессии. При этом при использовании таргентной терапии было продемонстрировано, что все-таки экспрессия ПДЛ-1 является независимым негативным фактором прогноза при использовании таргентной терапии. И, наверное, со стороны негативного фактора мы можем оценивать эти группы пациентов в выборе действительно монотерапии таргентной или комбинации с иммуно-онкологическими препаратами. Это уже было показано, как в первых исследованиях Checkmate 0.25, посвященных неволумабу при раке почки в первой линии, но здесь было показано, что независимо от экспрессии были эффекты у пациентов. То же самое принципиально было продемонстрировано и в Checkmate 214 при комбинации неволумаба с эпилолумабом. Однако было показано, что в группе пациентов с высокой экспрессией ПДЛ-1 более 1% преимущественно имеют иммуно-онкологические препараты по сравнению с унитенибом. И также было показано, что выживаемость без прогрессирования у пациентов, особенно у тех, конкретно в группе пациентов, которые были исключены в связи с токсичностью и с продолжением лечения, тем не менее у этих пациентов, у кого была высокая экспрессия ПДЛ-1 рецепторов, выживаемость без прогрессирования была достоверно выше, чем у тех, кто получал сунтиниб и также был снят. Но однако при достаточно серьезном уже анализе прогностических молекулярных факторов из этого же исследования, из Checkmate 214, которые были представлены в этом году на АСКО, было показано, что весь этот набор и спектр молекулярных маркеров, и в том числе ПДЛ-1, не имеют никакой прогностической ценности, как полное экзомное секвенирование, так и оценка различных вариантов генов, которые участвуют в различных цепях. Мы видим, что, к сожалению, на сегодня мы до сих пор не обладаем никакими факторами при выборе того или иного лечения для светлоклеточного рака почки. Но то же самое подтверждает и одно из последних исследований КИНО 426, где исследовалась комбинация пембролизумаба с оксетинибом. И таким образом на сегодня действительно у нас так и остается в руках только та самая интегральная система прогноза, которая отражает, наверное, на мой взгляд, взаимоотношения опухолевого процесса и самого пациента. И именно по этим критериям мы на сегодняшний день и строим выбор той или иной терапии у пациентов с почечноклеточным раком. Эти системы прогноза нам хорошо известны. Сегодня мы должны пользоваться системой АМДС, которая как раз и создана для пациентов, у кого применяются иммуно- и онкологические препараты. И здесь продемонстрировано, что действительно пациенты в зависимости от числа факторов имеют совершенно различный прогноз. Группа хорошего, промежуточного и плохого прогноза. Однако на сегодня мы прекрасно понимаем, что этому есть определенные также экспериментальные доказательства, что группа промежуточного прогноза, она очень гетерогенна. И если мы берем пациентов с единственным негативным фактором, то их показатели выживаемости будут приближаться к группе хорошего прогноза. Поэтому порой ряд решений может рассматриваться именно с этой позиции, что наличие одного негативного фактора, особенно времени от нефрактомии до возникновения метастазов, тем более в нашей действительности, в российской, когда абсолютное большинство пациентов уже имеет синхронные метастазы, наверное, может рассматриваться и как группа, сходная с благоприятным прогнозом. Вот те рекомендации, в частности рекомендации НСН, которые действуют на сегодняшний день, мы видим, что на самом деле они стали несколько проще, чем были, например, год назад. У нас появились уже, на мой взгляд, более конкретные рекомендации. Мы можем по этим рекомендациям, в общем-то, сузиться до определенных, до выбора, до более узкого выбора тех схем, которые мы используем. И самый главный вывод, который на сегодняшний день есть, что, конечно, комбинации препаратов, как комбинации иммуно-онкологических препаратов, так и комбинации иммуно-онкологических с таргентными препаратами, на сегодня является методом выбора. И именно комбинация обеспечивает ту самую высокую эффективность первой линии, о которой я говорил в начале выступления. И мы видим, что если до исследования оксетиния пембролизумаба возможности применения комбинации у пациентов благоприятного прогноза у нас не было, то результаты этого исследования продемонстрировали, что мы можем использовать эту схему у пациентов благоприятного прогноза и ее эффективность, как минимум по безрецидивной выживаемости, лучше по сравнению с сунетинибом. И, конечно, мы на сегодня понимаем, что основное поле для комбинации препаратов – это пациенты с плохим и промежуточным прогнозом, мы схемы с эпилилумабом и нилумабом и оксетиниема пембролизумаба на сегодняшний день зарегистрированы во всех рекомендациях. Но при этом мы прекрасно уже знаем, и эти результаты доложены на АСКО в этом году, что у нас грядут как минимум еще две схемы комбинированных препаратов, которые также займут в этих рекомендациях свое место и также будут конкурировать между собой в применении у тех или у других групп пациентов. Так, исследование Checkmate 214 – это крупнейшее рандомизированное исследование третьей фазы. Мало того, что действительно это одно из самых больших, может быть, и емких исследований, но и при этом мы на сегодняшний день для этого исследования имеем самое продолжительное время наблюдения за этими пациентами, поэтому мы уже можем достаточно уверенно говорить о тех эффектах, которые мы наблюдаем. Так, характеристика этих больных – это первичные пациенты с метастатическими почечками и клеточным раком. У них определялась экспрессия PD-L1, об этом я уже сказал выше, к сожалению, это не показало своей эффективности, и пациенты как с экспрессией, так и без экспрессии должны или могут получать это лечение с практически одинаковым ожидаемым эффектом. И с различной локализацией метастатического поражения. Ну, это те результаты, о которых мы говорили. Один из этапов исследования был в 30 месяцев, и мы видим достоверное расхождение кривых общей выживаемости и абсолютное преимущество для комбинации неолумаба с ипелилумабом, что и позволило зарегистрировать эту группу у данной категории пациентов. Это данные, которые были представлены в этом году на АСКО, уже более длительных сроков наблюдения за этими пациентами. Мы видим, что по уровню общей выживаемости сохраняется расхождение кривых и имеем абсолютное преимущество в пользу комбинации неолумаба с ипелилумабом. В зависимости от прогноза больных метастатическим почечноклеточным раком по АМДС, мы видим, что группа плохого и промежуточного прогноза как раз и демонстрировала убедительное расхождение кривых по общей выживаемости. И при этом, к сожалению, не было расхождение кривых при группе благоприятного прогноза. И поэтому мы понимаем, что эта схема действительно оптимальна у пациентов плохого и промежуточного прогноза, где она на сегодняшний день рекомендована и должна использоваться. При субгруповом анализе мы видим, что все субгруппы, выделенные в этом анализе, они имели также преимущество в пользу неолумаба и ипелилумаба, и только, наверное, группа пациентов старше 70 лет имела весьма сомнительные в этом отношении результаты. По частоте ответов и длительности сохранения ответа, конечно, неолумаб с ипелилумабом демонстрировал значительно более выраженные эффекты. по сравнению с применением сонитениба мы видим 11% полных ответов, что, конечно, оставалось долгим, наверное, мечтанием, и мы не имели больше 2% объективных ответов в аэротаргетной терапии. Поэтому, конечно, вот эти эффекты, которые мы видим, они внушают достаточно серьезный оптимизм и в дальнейшем развитие этого направления. И при этом те пациенты, которые реагировали, у кого был ответ, они значительно более длительно сохраняют этот ответ. То есть период ремиссии у них более длительный по сравнению с таргетными препаратами, в частности с утентом. Мы видим, что длительность ответа более 18 месяцев была у 52% пациентов. При оценке выживаемости без прогрессирования при комбинации неулумаб с эпилумабом также продемонстрированы достоверные преимущества по сравнению с сонитенибом. При этом при более длительной оценке мы видим, опять же, четкую вот эту вот плату, которую мы отмечаем уже, по сути, с двухлетнего периода наблюдения. И, по сути, то есть после двух лет наблюдения пациенты, которые отреагировали, остаются в длительной ремиссии. И мы видим на этом графике уже еще более двух лет, они остаются в стойкой ремиссии, что, конечно, наверное, было недостижимо раньше. И это действительно впечатляющие результаты на сегодняшний день. И то же самое, выживаемость без прогрессирования также была оценена у пациентов в зависимости от прогноза. И, опять же, различий в группе благоприятного прогноза по выживаемости без прогрессирования при длительных сроках наблюдения не было выявлено. И поэтому, еще раз повторю, комбинация не было абсолиумаба на сегодняшний день рекомендована для пациентов с плохим и промежуточным прогнозом. Если говорить о токсичности, то, конечно, она была более предпочтительна, эти схемы менее токсичны, чем применение таргетной терапии. Но при этом, конечно же, надо понимать, что токсичность абсолютно другая. Она свойственна именно группе иммуно-онкологических препаратов. Это надо помнить и, конечно, соблюдать те правила коррекции этих состояний, которые приняты для этой категории пациентов. Ну и то, что уже сказано, что спектр токсичности был более благоприятным. Что еще очень важно, что для применения иммуно-онкологических препаратов было продемонстрировано улучшение качества жизни этих пациентов, потому что при исследовании пациентов на таргетной терапии мы видели как минимум сходное качество жизни, такого убедительного достоверного улучшения качества жизни до этого не демонстрировалось. Поэтому, конечно, это очень важный фактор для выбора того или иного лечения для пациентов, тем более тех пациентов, которые получают терапию длительно. И вторая схема, о которой мы говорили, комбинированная, это пембролизумиапс с оксетенибом. В исследовании Кино-426 были пациенты рандомизированы в две группы. И, опять же, мы имеем на сегодняшний день доложные на АСКО результаты, которые демонстрируют сохранение эффекта и преимущества как по общей выживаемости, так и безрецидивной выживаемости, как в общей популяции, так и у пациентов с различными группами прогноза. При этом, что действительно, наверное, очень важно, что группа благоприятного прогноза благодаря этому анализу получила дополнительную опцию лечения в варианте комбинации иммуно-онкологического препарата и таргентного препарата, продемонстрировав убедительно лучшую выживаемость без прогрессирования по сравнению с унитенибом и большую частоту ответов по сравнению с унитенибом, в том числе, еще раз повторю, в группе благоприятного прогноза. Ну и также мы имеем те же различия в группе плохого и промежуточного прогноза. Поэтому комбинация таргентного и иммуно-онкологического препарата также может использоваться на сегодняшний день у пациентов из любой группы прогноза с метастатическим раком почки. Также частота и длительность объективного ответа имела те же тенденции, что и при комбинации иммуно-онкологических препаратов те пациенты, кто отвечал, имели значительно более длительное сохранение этих ответов. И тот же преимущественный спектр безопасности по сравнению с унитенибом, хотя он все-таки за счет применения оксетиниба более сравним. Таким образом, на сегодняшний день, наверное, все-таки можно заметить, что на самом деле у нас каких-то действительно объективных и убедительных критериев выбора той или иной схемы, кроме возможной при использовании для оценки токсичности, наверное, на сегодняшний день нет. Поэтому, конечно, в первую очередь мы должны оценивать соматический статус больного, кроме онкологического статуса, и в зависимости от этого ориентироваться, где мы будем применять действительно комбинацию иммуно-онкологических препаратов, или все-таки мы будем выбирать пациентов для комбинации иммуно-онкологического и таргентного препарата. И, наверное, это та возможность, которая сегодня действительно есть, и ей надо активно пользоваться. Спасибо большое.